Добрый день! Итак, за независимую Латвию в студии у нас Эдвин Спутте, капитан Немо и, конечно, за пультом Симона Летта! Всем доброго дня! Добрый день! Что с голосом-то тут стало? Усталость, спасибо! Замаялись, брат, замаялись, вы не бережете себя. Ну, я аж получил аж шесть звонков от знакомых и незнакомых. Радует, что такая активность после вчерашней передачи. Пришлось прямо с памяти моей, которая что-то стала отвечать на вопросы по телефону, по нашей программе. Ну, я даже не ожидал такого интереса, что действительно радует. Ну, а в принципе, что мне хотелось, вот что в такой телефонной беседе у меня констатировалось, что, в принципе, мы единственные, которые именно прямо сказали, что мы хотим восстановить, наша цель стратегическая, это восстановить социально-справедливую государственную систему, то есть социализм. Потому что те, которые себя рисуют, демонстрируют, что они левые, мол, а таких партий у нас хватает, то-то мне, простите за грубость, но напоминают, что надо по нужде, но снять штаны не хотят. А результат известен, что чем-то кончается. Ну да. Вот. Ну, а мы прямо заявляем, что это, в принципе, люди, которые пишут комментарии, которые не нравятся правящим, вовсе не хотят обратно в Советский Союз. Они хотят вернуть социальную видность, социальную справедливость, которую они ощущали в то далекое оккупационное время. Эдвин, я не могу заметить, что, допустим, если бы были партии, которые ратовали за построение коммунизма немедленного или социализма, и пришли к власти, все равно, как мы в случае Трампа видим, что у глубинного государства есть свой механизм сопротивления. Да. Да, поэтому призывы к социализму лично меня нисколько не смущают, потому что я понимаю, что даже будучи там 2-3-7 социалистами, да, или ДУМ, они все равно сможет реализовать себя в каком-то ограниченном пространстве. Ну, потому что у нас нет независимого государства, к сожалению, на данный момент. А что вот думают наши слушатели, мы будем слушать и ожидать ваших звонков на телефон 672411100. Вот. Ну, а эти вот измы, в принципе, немножко изменили свое начальное понятие, так же, как право и левое, которые во время французской революции сидели по левую и по правую сторону. И было понятно, ху и с ху. Ну, а сегодня у нас за рулем, по-моему, очень даже капиталистического Китая, Коммунистическая партия Китая, в Бангладеше, Мексике, капитализм, где все... Даже в Северной Корее, по сути, если что. Если так, как мотив разобраться, да. Так что так, измами можно легко бросаться. А ведь речь о чем? Речь только об одном. Речь о двух группах людей. Я даже одну группу могу назвать однопроцентниками. Это такая терминология мотоциклистов, кстати. Еще во время, там, начало 50-х, 60-х, когда вот был этот культ Хэрла Дэвидсон, там, Марлена Брандотта, Хэллс Энджелси и так далее. И тогда вот пресса писала, что нет, не все мотоциклисты такие плохие. Хорошо, если один процент вот эти гангстеры, которые там торгуют наркотиками, оружием и так далее. В принципе, это и есть в американской культуре. Они, когда была война с север-юг, они, когда победили, там, по-моему, Юждан какой-то, и взяли же их же песенку и на такой веселый манер ее исполняли, когда возвращались после этой битвы. Ну, вот так эти вот бандиты, торговцы, мотоциклисты сказали, да, мы и есть этот один процент. И, в принципе, до сих пор у них на жилетках вот этот один процент и нашивают, и называют себя однопроцентниками. Так вот, этот один процент, который, по-моему, уже, к сожалению, не один у нас в Латвии, как минимум, который паразитирует на этих 99 процентах. И весь вопрос в том, сколько отнимает этот один процент, проедает в своих там проектах и так далее, и сколько он возвращает подарочными картами. Почему подарочными картами? Потому что я всегда не понимал, почему надо дарить подарочную карту. Потому что это те же деньги, только хуже. За них можно купить только в одном магазине. Ограниченные. Ну вот, этим подарочным картам возвращается здравоохранение, образование и разные другие вещи, которые, в принципе, мы могли бы легко купить сами, если бы нам эти деньги не отнимали. Но тогда прекращается легитимность этого одного процента. Тогда зачем он нам нужен? Ну вот, и вот эта система, только от этого, все измы заключаются в том, сколько у вас отнимут в итоге. Как правило, отнимают много. Ну, чем больше, чем лучше. Монголы, татары в этом отношении были просто гениальны, да? Гениальный строй был бы. Ну-ка, я в то дальнее время был крайне мал. А, ну да. Монголы, татары исправно отбирали 20 процентов. Ну, так как в Византии. Как в Византии, да. То есть, это они обеспечивали рост своим территориям. Звоночек, да-да, слушаем вас. Алло, да-да. Сорвалось все. Не хотят. Ну, так, ну, звоните. Что-то там не получилось у нас. Со связью. Все-таки, все-таки, да. Да, слушаю вас внимательно. Алло, да-да. Лады, лады. Ну, ладно, я хочу поговорить по-русски. Конечно, мы говорим о справедливом обществе, которое должно у нас создаться. Но надо, конечно, посмотреть, поучиться немножечко на Западе. Ну, к примеру, в Ирландии. Там много у нас живут людей. Там действительно социально защищенное общество. Люди, кто работают, платят налоги, имеют определенные социальные гарантии. По медицине, и учеба, и по работе. Если ты вдруг без работы остался, получаешь хорошие пособия. Значит, надо поучиться у них. Не то, что у нас здесь пособия такие, что жить нельзя на это. А люди там вдруг оказались без работы, получают хорошие пособия. Но потом, конечно же, желают восстановить работу. И не всегда так бывает. Вот. Поэтому социализм или там что... Конечно, строили люди те стразы, строили они социализм по Карла Марксу. С частной собственностью. Социально защищенное общество. Государство разрешает частный бизнес и все прочее. Но контролирует это все таким образом, чтобы люди платили налоги. Когда люди платят налоги, бюджет, как говорится, собирается. И можно отделять на социальные нужды. А если мы в НАТО огромные деньги платим, значит, нужно откуда-то их отобрать. У пенсионеров отобрать. И социальных вопросов, которые нищим там помогают и все прочее. Это нужно уменьшать это количество статьев. А платить в НАТО, платить в военную. Зачем это нужно? Пусть бы у нас вообще была бы нейтральная государство в Африи. Никакие блоки не входили. Ну, пожалуйста, мы же живем. Кто на нас нападает? Россия. Турция на нас нападет? Да не дай Господь. Россия, здесь не нужно ничего. Сотрудничать надо. Торговать между собой. Транзитное государство. Помогать, что, как говорится, пусть газ немцы через нашу. Государство идет, мы будем за это прибыль получать. А мы что, сосед наш, огромный сосед. А мы начинаем кости. Да, мы в НАТО, мы подчиняемся. Кому подчиняемся? Мы никакая не свободная страна. Мы Америке подчиняемся. С Вашингтона или там с Люксембурга, или откуда там. Скажут, выполняйте и все. Снижайте бюджеты, увеличивайте налоги. Да кому это надо? Пусть лучше будет страна у нас нейтральная. Не входит никакие военные блоки. Вот это мое. Понять. Да, спасибо, спасибо. Понятно. Нас убедить не надо. Не надо убеждать. Да, тут мы абсолютно согласны. Это и есть в нашей программе. Одним из главных пунктов. Полный нейтралитет. Вот вы хотите позариться на святое, как было в фильме «Берегись автомобили». Там, правда, было про частную собственность. А тут речь о прибыли, которая при капитализме святое. А вот наши налоги – это прибыль наших управленцев. Так что нельзя зариться на святое. Вот если они будут, сделают сейчас свою налоговую реформу, они переложат одни налоги на другие. Потому что нельзя, да, уменьшить. Ты хотел бы... Да, сравнение с Ирландией явно некорректно. Потому что Ирландию никто в 1991 году не раскулачил. Она жил и живет своей собственной жизнью. Что касается, допустим, страну, победившую социализм в данный момент, так это Франция в теперешних дней, тоже, которая в данный момент раскололась пополам. У них есть бесплатное образование очень доступное, также медицина и все остальное. То есть, если социализм победил, так он во Франции в данный момент. Ну и надо понимать две вещи. Главное, зачем была нужна Атмода, это потому что нашим правящим было мало. Ну а во-вторых, мы потеряли именно суверенитет тогда, потому что на вопрос, был ли Советский Союз с суверенным государством, я думаю, вопрос не стоит. Да, он был суверенным. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день, Александр. Я прослушал сейчас монолог, так сказать, предыдущего слушателя, и мы с вашей подачей, он так это все произнес, вот это все рассуждения про социализм, про социальную справедливость, ну полная утопия. Это все равно, что рассуждать, так сказать, вот Иван Ревшевич, там говорит, что, так сказать, рвок нужно экономически сделать, и для этого условия все есть. Но нет уже, реально, вы рассуждаете, бюджет, допустим, вот, который я говорил, он формируется за счет крупных предприятий. Это не мы платим налоги, и бюджет, так сказать, формируется основной не за счет этого, а за счет крупных промышленных предприятий, которых нет и никогда не будет. Но это так есть, чтобы построить эти предприятия, и было колоссальное количество средств вложено, никто вкладывать сейчас в них не будет, и никакого бюджета не будет. И ясное дело, что вот 700 миллионов, слава богу, дают дотации, и вот люди кое-как выживают, и это будет продолжаться бесконечно. То есть, ну, это реальность такая, и у Латвии нет никаких ни трудовых ресурсов, ни научных ресурсов, ни природных ресурсов. Единственно, транзит был, и тот перекрыли. То есть, ну, вы, так сказать, вот все красиво говорите, но это утопичная идея. Лучше приблизиться, так сказать, к реальности, которая в Латвии существует. Почему там сейчас вот всем людям опять, так сказать, и газ заражает, электричество там и так далее, и так далее. Более приземленным вещам. А, ну, справедливость, две тысячи лет за ними бьются, так сказать, море крови пролили. Это же гражданские воины были, чтобы к этому прийти. Взяли все, так сказать, эти коммунисты, которые провозглашали вот эту справедливость. А сами по ночам под одеялом, так сказать, голос Америки слушали. Вот к этому мы и пришли в результате. То есть, перспективы никакой. Я предлагаю сейчас приземлиться и поговорить об обыденных вещах. Спасибо. Спасибо. Ну, вы должны, если так совершенно приземлиться к тому, что вы только что декларировали, то либо надо идти авиакассом, либо за веревкой. Потому что я, ну, третьего тут не дано в этом случае. А то, что транзит мы угробили, мы пока... Транзит это наше географическое положение. Его угробить, ну, никак нельзя. А наладить отношения, бизнес сам наладит отношения, если ему дать такую возможность. И еще вопрос. Если все было так, как вы говорите, тогда такие страны, как Израиль, или, допустим, Исландия, отрезанные от всего, вообще не имели никаких шансов, да, при географическом положении ЛАН. Корея Южная. Да. У них ничего не было, кроме людей. Они вложили в образование, в людей, в науку. То есть, пока у нас нет ядерного заряжения на поверхности, все нормально. Ну, и к тому же, мы... Эти изменения, когда они будут, я уверен, что они будут в Европе, и Европа начнет высвобождаться, потому что Европа тоже не свободна. Она чуть повыше там в ассальном статусе, но все равно ее сдерживают. Если дать возможность государству самому решать, что делать, что нет, ведь государственный банк, будь у нас, у нас его нету. Государственный банк, он может сам давать гарантию, то есть, печатать деньги, давать гарантию любому хорошему, умному человеку, который может построить завод и большие предприятия. Тут я с вами целиком согласен. Нужны большие заводы, нужно большое производство, чтобы это производило большую добавочную стоимость. Звоночек. Алло, алло. Да, да, Михаил, добрый день. Да, я бы хотел поддержать, прежде всего, вот, человека, действительно, который перед этим Александром звонил. Действительно, человек, вообще, крик в душе, что все правильно он говорит, что не используемое свое положение страны, действительно, можно тут транзит хороший наладить. Действительно, надо дружить с соседями, с точки, в первую очередь, с Россией, с Белоруссией, вообще, со всеми вообще, и не вести независимую политику. А то, что вот этот Александр сказал, ну, это бред всего и кобылы. Он просто перечислил, как у нас все плохо, и давайте в этом плохом так и жить. Спасибо. Ну, я думаю, что тут ни одно, ни другое. Нужна консультация фактов, необходима. И также, как надо понимать, что эти марионетки, которые в данный момент у власти, а система не позволяет их сменить, как-либо снизу, потому что их сверху туда поставили, и сверху их и меняют. Так что, в принципе, надо менять систему, а не людей, потому что они создали эти люди систему, при которой они практически несменные. Ну, это, в принципе, такая практика есть много. Где? Это повсюду в Европе, кстати. Звоночек, алло. Алло? Да, да, слушаю вас. Да, слушаю вас. Самых транзитов. Мимо моего дома каждый день в Ригу проходит по 50-60 полных вагонов по 10 раз. А назад идут, в сторону Долгопилса пустые. Мы просто не знаем, сколько получаем. Сколько получаем за транзит, и никто не узнает. Мы не узнаем, но это, в принципе, не столь важно. Можно посчитать, сколько мы отчисляем все время. И то, что идет в НАТО, это идет на социалку. Идет еще как, только не на нашу, а для американских солдат идет на социалку. Через не наш банк, оккупационный, можно сказать, не боюсь этого слова, отчисляются гигантские. Вся инфляция, которую мы видим, вот 100 евро 5 лет назад и сегодня, что мы можем купить. Вот эту разницу уже как минимум отчислили. А то, что нас вывезли деревом и торфом и всем остальным за бумажки, это уже посчитать тоже можно. Слушаем вас, звоночек. Добрый день. Симоночка, капитан Виктор. Добрый день. Все время проваливаемся в частности. А вот действительно, то, с чего начали по поводу всевозможных измов, систем государственного устройства, утопии, которую кто-то упоминал и не раз, и одного процента. Вот именно того одного процента. Так вот, в минувшем году, в 2016, планета прошла именно тот Рубикон, за которым уже сегодня один процент землян обладает и располагает в личном распоряжении собственности такими финансовыми средствами и материальными ресурсами, которые уже больше тех материальных ресурсов и финансовых средств, которые остались для 99 процентов землян. Так где у нас утопия? Кто был прав? Или вот так и будем жить? Откармливать вот этот один процент? Как вы думаете? Или может подумаем, какой изм все-таки справедлив то, о чем Эдвин и капитаны говорят? О справедливом устройстве общества, общежития, общества, ведения. То, что уничтожено и в школе, и в высших учебных заведениях, и в науке. Наука у нас вообще на таком хроническом недофинансировании, а ведь все просто, их по закону обязывают создавать joint venture, просто торгуют идеями, изобретениями наших ученых. Ну, так где утопия, где справедливость? Давайте подумаем и будем строить вот то справедливое общество, о котором Эдвин, капитан и Симоночка и говорят. Всего доброго. Спасибо, Симон. Удачи. что в социализме, ведь социализм это действительно социальная система, а не система хозяйства. Потому что что изменилось, кроме там разных вещей, которые изменились, это изменились отношения между людьми. Как говорят англичане, relationships. Я тут разговаривал с одним англичанином лет пять назад, который спросил, ну, что изменилось? Вот я сказал, что одно из первых, я сказал, что изменились отношения между людьми. Атомизация общества, короче. Да, да. И он сказал, ты знаешь, Эдвин, а вот восточные немцы мне говорят именно то же самое, что там разные вещи, но самое главное, что они потеряли, они потеряли сотрудничество. Это есть это кодовое слово, которого нас хитро, очень хитро лишили. Потому что если мы большая компания, большая корпорация, большая семья, мы более конкурентоспособные. Попробуй обить пустынного бедуина одного, отдельно взятого. Да, ну, и можно поменьше взять сообщество, скажем, там хоккейные фанаты, футбольные клубы, и там раньше были московитеры на гречне, а там попробуй одному обидеть. Звоночек. Алло. Дарья, слушаю вас. Слушаю вас и поражаю. Ребята, не путайте, пожалуйста, теплое с мягким. Дело в том, что социализм это государственное собственно наследство производства. Все остальное это государство социальной защитой. Они могут быть какими угодно. А то, чем вы сейчас занимаетесь на азиах, называется очень просто демагодия. Болтовня. Болтовня для люмпина. Понимаете? Просто ну как можно? Вы же умные люди. Что вы несете? Ну что вы несете? это ужас просто слушая вас. Волосы дыбом становятся. Спасибо за внимание. Спасибо. Ваши предложения. Да, ну, чего хотел высказаться. Волосы дыбом это неплохо, это модно сейчас, если даже без лака. Так что поздравляю. А насчет государственной собственности на средства производства абсолютно согласен. и это если найдете на ЦВК, найдете нашу программу, это именно там и написано. Просто я стараюсь в меру своих небольших способностей как-то популярно разъяснить, что именно это означает. И понимаю вашу реплику, что да, именно это и есть национализация тех предприятий, которые составляют костяк экономии, экономики государства, на котором и столпы, на которых стоит потом и вся социальная помощь, да, это есть плановая экономика, а не рыночная, потому что при рыночной надо произвести где-то на 20-30% больше, чем надо, потом потратить еще на 50% больше на рекламу одного и другого, и в конечном итоге мы за это все заплатим. Но у нас